Украина В свою пропаганду и дезинформацию огромные средства. У нас война на истощение, и нам нельзя сегодня терять внимание за границей. Для меня окончание войны, как и для моих коллег, это когда последний русский солдат уйдет со всей территории Украины, включая Крым и Донецкую и Луганскую области. Приветствую всех, кто смотрит канал Freedom. Я с Акеной Мурзаев. Это проект «Люди доброй воли». Гости этой программы где и как могут поддерживать Украину в ее героической борьбе против российской агрессии. И сегодня я вам с радостью представляю нашего гостя. Это украинский журналист, правозащитник и заместитель генерального директора Украинского института Алим Алиев. Алим Алиев – украинский журналист и правозащитник, заместитель генерального директора Украинского института. Родился в 1988 году в городе Черчик в Узбекистане. Рос в Крыму. Высшее образование получил в Таврическом национальном университете имени Вернацкого. Магистр политологии, соучредитель Крымского дома и общественной организации «Крымсос». Представитель адвокационных миссий по вопросам Крыма на площадках ООН, Совета Европы, Европарламента и ОБСЕ. Приветствую тебя, Алим. Спасибо, что нашел время прийти к нам. Спасибо. Приветствую. Ты занимаешься сейчас важным делом и разные уровни этого дела, работая в Украинском институте. Ты можешь описать в общих чертах, что конкретно после начала полномасштабного вторжения делает институт, как изменилась ваша работа. Украинский институт – это институция, Министерство и иностранных дел Украины. И мы через инструменты культурной дипломатии рассказываем про Украину, ее жителей, ее историю. То есть у нас есть несколько направлений. Это художественное направление через кино, музыку, литературу, визуальное искусство, театр. У нас есть академическое направление, когда мы работаем с разными университетами по всему миру. У нас есть исследования, есть кросс-секторальные проекты, посредством которых мы рассказываем о нарушении прав человека в Крыму на языке литературы или театра. То есть вот такая комбинация. И с 1922 года очевидно, что институция очень изменилась и изменилась в нескольких направлениях. Первое – огромный запрос из очень разных уголков мира на то, кто такие украинцы и почему сопротивление, которое есть сегодня в Украине, такое массовое. Почему не было Киева за три дня, например? И буквально скоро у нас выйдет курс по истории украинского гражданского общества на английском языке, где мы рассказываем и о наших революциях, и о наших эволюциях, и о наших ценностях. Почему для нас слово «свобода», «достоинство» не просто слова? Почему сегодня украинцы готовы и борются за это, и готовы побеждать за это? То есть во многом это информирование мира? Это информирование и это, что немаловажно, проекты между украинскими деятелями искусств и деятелями искусств других стран. К примеру, мы берем украинского музыканта и берем музыканта из Германии и делаем общий проект. Для нас важно не просто привести группу, чтобы она там выступила, а построить связи между украинскими деятелями культуры или науки и деятелями культуры той или иной страны, чтобы была продолжительность связей. Тогда это и есть культурная дипломатия. Тогда и работает этот взаимообмен и лучшее понимание друг друга. В первые месяцы вторжения, казалось, никто не нужен нам для того, чтобы мир интересовался Украиной. Топ-певцы, актеры, Голливуд, все люди доброй воли были с Украиной. Записывали видео, мы очень благодарны им за это. Конкретно я всегда привожу пример видео Арнольда Шварценеггера, который своими несколькими минутами видео сделал больше, чем очень многие журналисты, донеся в первую очередь до россиян, пытался донести, что вы творите. Как это меняется со временем? Насколько симпатии, интерес сохраняются? Или вам приходится подталкивать наших визави к тому, чтобы они интересовались войной Украины? Мы это хорошо понимали, что вспышка интереса к Украине будет в 2022 году. Многие наблюдали и наблюдают сегодня, как развиваются события, как меняется линия фронта в Украине. Это была такая даже возможность для нас говорить об Украине, о людях, но с очень разными актерами, с художниками, с журналистами, с правозащитниками, исследователями. И было важно положить начало долгосрочным проектам. Поэтому Украинский институт только за этот год мы открыли два наших представительства во Франции и Германии, где системная работа с жителями этих стран даст результат как сейчас, так и, например, через пять лет еще больше. А что это за проекты? Вот конкретно Франция и Германия, что делать? Например, во Франции в этом году и в прошлом году был такой проект, как «Украинская весна во Франции», где мы презентовали различные музыкальные, театральные проекты и лекции в Сорбоне. А теперь мы говорим о том, что нам нужно. Если говорить об университетах, то иметь долгосрочные курсы по украинистике, где нас, наконец, изучают не как часть, как тогда говорили, России и сателлита России, где изучали словистов. Словистика? Более-менее прилично это называлось словистика, хотя 90% словистов занимались одной страной, одной литературой, одним языком. Именно. И теперь в академической сфере важно, чтобы такие курсы или кафедры украинистики появлялись в разных университетах. Поэтому в Украинском институте есть программа имени Лысяка Рудницкого. Мы поддерживаем развитие, открытие таких точек украинистики по всему миру. Это получается? Получается. И, например, сейчас мы говорим с университетом Падуи для того, чтобы со следующего семестра запустить там курс по украинистике, где будут преподавать как местные преподаватели, так и приглашенные преподаватели из Украины. А вопрос переводов занимается институт этим? Переводов украинской литературы, научных текстов? Переводами занимается преимущественно украинский институт книги. Но мы также переводим украинских историков. У нас в начале года выйдет книга историка Сергея Якельчика на немецком языке в Германии. То же мы будем делать во Франции. Или мы делаем презентации продвижения украинских писателей за границей. И эта география постоянно расширяется. Мы делали стенд на крупнейшей книжной ярмарке мира во Франкфурте, где представляли украинскую как литературу, так и украинское искусство. Мы стараемся действовать очень разными способами. Интересно, русский стенд был на российский стенд? Мне кажется, их не было. Но я очень хорошо помню русский стенд с Прилепиным. Когда мы выходили с бойкотом. Я тогда разговаривал с Мустафой Джемилевым во Франкфурте. Вы ходили с бойкотом, когда Прилепин там выступал. Тогда мы понимали, что у этого человека нет морального права в цивилизованном мире представлять и говорить от имени литературы. Это тоже очень важная часть культурной борьбы украинцев за рубежом. Менять эти стереотипы. Давай поговорим о каких-то важных культурных явлениях, концертах, театральных выставках, которые удалось сделать и которые имели фидбэк. Когда вы поняли, что мы попали в нужную аудиторию. Есть проекты, которые, мне кажется, были ключевыми не только для Украины, но и для европейской части мира. А если говорим о музыкальной культуре, Евровидении, Ливерпуль, Украинский институт вместе с партнерами проводил украинские мероприятия в Ливерпуле. И к ним было огромное внимание и музыкальной индустрии, и всего культурного мира. Потому что мы представили современную Украину и говорили о нашей культуре на современном языке. Это важно. К примеру, мы также представили первую мировую премьеру альбома «Харам» певицы Джамалы. Было именно в Ливерпуле вместе с оркестром BBC. Это «Щедрик» и «Корнеги Холл», когда мы делали большой концерт тоже с нашими партнерами. И здесь включилась, например, невероятная организация «Разум for Ukraine», которая, знаете, находится в Штатах. Это наша диаспорянская организация. И в «Корнеги Холл», когда мы «Щедрик» вернули, который был в 1922 году. Впервые он выступил, и мы спустя 100 лет «Щедрик» снова вернули в «Корнеги Холл». То есть это элементы культурной дипломатии. Или наши интервенции на Каннском кинофестивале, когда украинские режиссеры, украинские продюсеры на Каннском кинорынке. Это называется специальное, профессиональное событие. Представляли свой продукт, свои творческие наработки или фильмы, которые также снимали наши режиссеры и представляли по всему миру. Сегодня мы говорим и об «Оскаре», и о 20 днях Мариуполя. То есть это фильм, который сейчас вошел в лонглист «Оскара». А есть у вас мысли, у твоих коллег, у тебя, как менять месседж, который мы несем туда? Потому что война затяжная, то, что мы два года назад и сейчас разные чувства, и мы испытываем. Когда мы заходим в ту или иную страну, мы исследуем эту страну по восприятию Украины, по восприятию культурных и исторических нарратинов. И мы, конечно же, работаем с месседжами. И мы видим, как восприятие украинцев изменилось. Если посмотреть с 2022 года, это виктимизация, то есть образ украинцев как жертвы. Она изменилась на «Украинцы как brave people», то есть украинцы как люди, которые свободолюбивы, которые борются за свою страну, и очень смелые люди. Да, и этот нарратив очень сильно начал распространяться, как в нашей части мира. Так и, например, мы сегодня об этом говорим в странах Азии, Латинской Америки или Африки. То есть борьба за свои права, за свою свободу и за свое право на будущее, оно усиливает уважение к твоей стране. Для нас важно говорить с этой точки зрения, универсальными ценностями. И для нас важно, чтобы нас не только там жалели и видели те трагедии, которые сегодня происходят, об этом важно говорить, но также, чтобы видели, как Украина, несмотря на войну, несмотря на полномасштабную агрессию, реагирует на нее и создает новую ценность не только в стране, а для мира также. А что нам мешает доносить украинский взгляд? Вот можно по пунктам, там, может быть, есть российское лобби, старые российские связи. Всегда такая комплексная вещь. Мы после полномасштабной войны, мы очень сильно переформатировали офис украинского института. Мы понимали, что сегодня бюджетные средства в основном идут на войну. Мы начали привлекать средства наших партнеров. Мы начали говорить с нашими партнерами, и это позволило нам просто выстрелить с точки зрения эффективности. Мы отслеживаем и наш коэффициент полезного действия, отслеживаем эффективность проектов. Это важно. И мне кажется, что в государственных институциях этот подход важен. Но что мешает? Этот период, который мы сейчас проходим, я называю периодом возвращения себе своих имен, своего голоса. Долгое время о нашей истории, о нашей культуре говорила Россия. Мы прекрасно понимаем. И когда мы говорим о словистике или русистике, это один из этих элементов. Сегодня сложно иногда бывает убедить, что, друзья, изучать Россию и прямо сейчас, извините, перепрофилироваться на Украину – этого мало. Надо глубже понять, почему Украина не Россия. Но второе – это правда. Россия вкладывала и вкладывает в свою культурную дипломатию, в свою пропаганду и дезинформацию огромные средства. Я сталкиваюсь с этим, когда сегодня одно из новых направлений Украинского института – это работа с новой географией. То есть это и Латинская Америка, и Субсахарская Африка, и, например, Азия. Я вижу, сколько всего там нужно сейчас нам менять и говорить об этом. Потому что неправды намного больше, чем правды и истины о нас. И третье – это ограниченное финансирование. Это верно. То есть то, чего Россия вкладывает очень много. Но мы здесь, внутри страны, должны понимать, что культура и голос наш за границей – это о поддержке и о нашей безопасности. И эту связь, которая может быть неочевидна, пытаюсь объяснить. Вы влияете на самое ценное, что можно, на мнение избирателя. В демократиях от этого все зависит. То есть в этом смысле культурная дипломатия может быть даже местами сильнее, чем традиционная. Есть хард-пауэр, то есть когда есть жесткая сила. Это безопасность, политика. И она иногда может не пробивать там, когда через культурную дипломатию мы можем налаживать эти связи. То есть что мы делаем? Мы объясняем миру, кто мы такие. А когда люди или общество не понимают тебя, они будут бояться тебя и будут тебе не доверять. И для нас важно, поэтому эти связи доверия сейчас строить. Если мы говорим о России, российском влиянии, очень четкая позиция украинских властей и украинских творческих деятелей – не участвовать в совместных мероприятиях. Были ли исключения? И есть ли подход, который позволяет, например, с теми, кто осудил войну, уехал, поддерживает Украину, все-таки вступать в коммуникацию? В первые дни полномасштабной войны мы призвали почти тысячу институций и отдельных деятелей культуры по миру временно прекратить сотрудничество. Мы это не называли бойкотом. Мы это называем «соспенд», если по-английски говорить «прекращение сотрудничества с Россией», с русскими институтами, аффилированное с российскими властями пока до окончания войны. Потому что сегодня мне странно, когда нам порой предлагают сесть с россиянами, с российскими институциями, поговорить, когда нам предлагают диалоговые площадки или когда нам предлагают уже площадки примирения. Слушайте, я не понимаю, как во время того, когда россияне устраивают акты геноцида в разных городах и местах Украины, мы садимся, будем говорить о примирении. Мы определяем, что для нас есть мир и что есть примирение. Это очень важно, когда в дефинициях у тебя есть четкость. И для меня окончание войны, как и для многих коллег, это когда последний русский солдат уйдет со всей территории Украины, включая Крым и Донецкую, Луганскую области. И тогда в России произойдет процесс переосмысления этой войны. Или там, на той территории, где была Россия, произойдет этот процесс. И когда у нас военные преступники будут наказаны, то есть для нас это очень четко и очень важно. Мы точно не авторитарная страна, и мы не авторитарная структура, которая говорит, что так или иначе. Мы рекомендуем не садиться сегодня во время дискуссии с россиянами, которые аффилированы в российские структуры или в российские институции, или продвигают российский нарратив. Они могут себя называть хорошие русские, не очень хорошие русские, но этот нарратив мы отслеживаем. У нас есть прекрасные исследования, например, русских культурных институций за рубежом, их деятельности. Сейчас мы готовим следующее исследование об отдельных актерах культуры, продвигающих через мягкую силу российские нарративы. То есть мы не говорим о тех, кто там в команде Путина, в России. Это те люди, которые за рубежом до сих пор влияют. Мы говорим о тех, кто может быть не в команде Путина, не в России. Они могут уже давно жить не в России, но продвигать российские имперские нарративы. Очень многие украинские деятели культуры уехали за эти два года, выехали, чтобы работать, и не просто работать, а доносить украинский взгляд. Как у вас с ними коммуникация? Есть она? У нас есть коммуникация с уехавшими деятелями искусства. Более того, мы их в первую очередь привлекаем в проекты за границей, потому что это даже с точки зрения логистической гораздо легче сделать. Ибо если человек находится в Германии, в Британии или в Штатах, то привлекать в первую очередь их, и чтобы они говорили также о том, что происходит в Украине. О войне, о художественном разрезе, сопротивлении и так далее. Это важно. И второе – резиденции. Когда действуют за границей резиденции для деятелей искусств, мы тоже привлекаем их. Но что важно, и это мы будем делать чем дальше, тем больше, это говорить о деятелях искусств, которые на войне, которые до февраля 1922 года были гражданскими людьми, творили, но сегодня они вынуждены защищать свою страну. Их много. И мы будем говорить об их опыте. И мы уже говорим. У нас есть проект «Деятели искусства в войне», когда мы говорим о судьбах очень разных людей. Об этом следует говорить, потому что сегодня они, находясь в окопах, не могут этого делать. И это интересно. Например, в странах, с которыми мы, к сожалению, мало работали последние 30 лет. Я недавно вернулся из Бразилии. И в Бразилии я говорил с филармонией в Сан-Паулу, и с музеем современного искусства, и с политиками, и с Министерством иностранных дел Бразилии. И одна из важных вещей, через какие формы доносить о ситуации в Украине и о нас – через человеческие истории. Человеческие истории, они гораздо лучше затрагивают, чем историю с цифрами, чем историю, которая там дают какую-нибудь еще сухую статистику или просто факты. Человеческие жизненные истории – это то, с чем работает искусство очень часто. С чем работает литература, театр, визуальное искусство, кино. Поэтому через такие истории мы стараемся доносить сегодняшнюю ситуацию. А те украинские художники, артисты, которые не воюют, но остаются в стране, очень часто этим людям трудно, и финансово в том числе. Есть ли какая-то мысль о том, как их поддержать, тех, кто не может, не хочет уезжать? Это касается и художников, и это касается целых индустрий. К примеру, киноиндустрия, если мы говорим о художественном фильме, об игровом фильме, то очень сложно, практически невозможно сейчас снимать во время полномасштабной войны. И очень многие разъехались. И это опасно, банально опасно снимать. И таких людей искусства, очевидно, должны поддерживать и государства, и занимающиеся тем профильные институции. Украинский институт, что мы можем делать и что мы делаем? Мы говорим с международными культурными фондами о поддержке их или об этих резиденциях. Европейский фонд культуры, который оказывал в 1922 году такую очень скорую горячую поддержку для деятелей искусства, которые не имели возможности даже там какие-то за коммуналку заплатить. То есть и финансовая поддержка была, но еще и поддержка, чтобы они могли творить. И это, я думаю, для умельцев экзистенциальная вещь их существования как людей искусства. Это мы тоже проявляем за границей. Смотри, то, что ты рассказываешь, это огромные проекты. И даже сугубо какие-то логистические цели нужны большие деньги. Просто, чтобы доехать, рассказать и приехать. В Украине есть большой бизнес, сейчас он, конечно, не может развиваться в силу понятных причин, но деньги он саккумулировал огромные. Я имею в виду так называемых олигархов, в том числе. Выходят ли они с предложениями гуманитарными именно, потому что мы знаем, есть благотворительные инициативы, именно с гуманитарными. И как вы, как институция, которая это модерирует, относитесь к этому? Мы всегда руководствуемся ценностями. Ценности записаны и прописаны в нашей стратегии и уставе. Для нас всегда важна ценность прозрачности и прозрачного происхождения бизнеса. А ценность того, что сегодня делает бизнес, это не об отмывании репутации, например. То есть это пункт важный для вас? Конечно, для нас это очень важно. Поэтому мы предпочитаем работать со средним бизнесом. Я очень рад, что в Украине появляются мощные бизнес-ассоциации, для которых репутация их важна, и для которых важно не просто там поддержать украинский культурный продукт для того, чтобы как-то отбелить репутацию, а потом хвастаться и говорить, мы это сделали, а чтобы действительно помочь усилить голос Украины. Как ты отвечаешь тем, кто говорит, сейчас не время снимать кино, не время тратить деньги на выставки, не время тратить деньги на ваши поездки по всему миру, эти круглые столы и конференции. Я, как человек, занимающийся военным волонтерством, я очень много говорю с нашими военными, которые на фронте находятся в зоне боевых действий. Мы часто говорим в том числе и о моей деятельности. Я считаю, что здесь четко нужно понимать, что тот или иной, я не люблю слово «культурный продукт», но тут использую «принесет». Если он принесет большую поддержку, большее понимание в мире, то это нужно поддерживать и делать. Если это принесет просто развлечение или оттянет фокусы с темы, это, очевидно, очень плохая история. Если этот продукт не усиливает критическое мышление украинцев, если мы говорим о внутреннем продукте, о кино, о сериале, или если просто дает суперразвлекательный контент, я против. Мое нутро, как человека из Крыма, наверное, против такого продукта. Но я буду всегда поддерживать и говорить, почему это важно. Сегодня сделать качественный продукт, современный продукт об Украине, украинской культуре и представлять украинскую культуру за рубежом. Потому что у нас война на истощение, и нам нельзя сегодня терять внимание за границей. И качественный, конкурентный продукт, он будет точно усиливать это внимание. В этой огромной трагедии, которую вы пытаетесь донести до мира, не затерялась трагедия крымских татар? Она какое место занимает? Потому что эта трагедия, она тянется, как и история всей Украины, с российским соседом на столетие. Мы очень много говорим о войне, но мы очень много еще говорим об украинской культуре в целом, начиная от украинских модернистов, и о художниках, и о литературе. То есть мы хотим показать очень разную украинскую культуру, чтобы люди нас понимали, что мы сегодня не только говорим о трагедии, мы сегодня говорим о том, что нам дает силы, и какую силу мы можем дать другим странам и народам. Относительно крымских татар, в Украинском институте есть отдельный крымский фокус. У нас есть проекты, рассказывающие и усиливающие голоса Крыма за границей. Кроме того, на крымской платформе мы делаем культурную программу. У нас есть и театральные проекты о Крыме. О крымских политзаключенных мы запустили, по-моему, очень важный онлайн-курс об истории и культуре Крыма и крымских татар на английском языке. Он популярен, и его можно смотреть, читать. То есть мы работаем с Джамалой, как с голосом, ретранслирующим крымско-татарскую музыку. Мы работаем с другими музыкантами или с актерами, которые это делают. Крым всегда был, очевидно, интегральной частью. Я, как заместитель гендиректора, который является крымским татарином, это прекрасно понимаю и чувствую. Поэтому я думаю, что и Крыма будет больше в наших проектах. И надеюсь, что Крыма будет больше в тех странах, которые сегодня еще не очень хорошо понимают. Почему Крым должен быть деоккупирован? И все мы говорим, был очень мощный миф о российском Крыме, сидящий еще в головах жителей разных стран. У меня очень беспокоит то, что даже в тюркских странах, в странах, которые по крови и языку близки с крымскими татарами, нет четкого понимания, чья это земля и чья она должна быть. Я в январе 1923 года был в Индонезии. И миф, который я слышал, что Россия и Путин – самые большие друзья мусульман. Говорю, друзья, смотрите, первое, что сделала Россия после войны, она убила мусульманина. Ришат Аметов, убитый в марте 1914 года, был первой жертвой русско-украинской войны. И когда мы говорим о крымских татарах, о мусульманах, которые являются коренным народом, которых они просто репрессируют, это было супер неочевидно. О, в Украине есть свои мусульмане, в Украине есть коренной народ мусульманский, в Украине есть традиции крымских татар, и вот это мы опять-таки должны объяснять и говорить. Также с нашими ближайшими соседями. Мы, например, с Турцией много говорим, хотя Турция, к счастью, сегодня имеет очень четкую позицию по Крыму. Они говорят, что Крым – это оккупированная территория, и они не признают оккупацию. Это огромное достижение крымско-татарского межлиса, и лично Рифа Тага и Мустафага, которые, насколько я знаю, очень активно общаются и лично с Эрдуганом, и это важно. Последний вопрос – как твой Крым поживает, как твои родные, твои друзья? Ты можешь с ними общаться? Мой Крым, если говорить, он есть, и он ждет постоянно. Когда я каждый день говорю с близкими в очень разных уголках Крыма, они говорят – Алим, когда? Когда? Люди просто ждут. Что важно сегодня делать крымским татарам – это сохранять идентичность. И это, наверное, одна из ключевых вещей, которая важна для меня. Язык, культура, история – это то, чем я, в том числе, занимаюсь в Украинском институте. И это важно делать на полуострове. Детей собирают в таких домашних, разных ситуациях, и учат крымско-татарскому языку, чтобы не потерять язык – это все важно. И там настроение достаточно положительное, несмотря на все ужасы и трагедию, которую мы все проживаем. И несмотря на то, что сегодня репрессии только усиливаются. Но как мы говорим, что скоро наступит время, когда над нашим Айюдагом выйдет солнце. И тамга будет. И тамга. И мы приедем. И два флага вернутся – украинский и крымско-татарский. И слава тем героям, которые жизнь кладут за это. Спасибо тебе, дякую, что пришел. Спасибо. Это был украинский журналист, правозащитник, активист и замг-гендиректора Украинского института Али Малиев. Оставьте ваши комментарии под этим видео, поделитесь этим интервью и подпишитесь на наш YouTube-канал. Я с Акеной Мурзаев прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Берегите друг друга и берегите Украину. Субтитры создавал DimaTorzok